Привет, друзья! С вами снова канал Заброшенная Россия. И сегодня мы с вами находимся в селе Булгакова, Бузулутского района Оренбургской области. Весной этого года мы с моим другом Сергеем Дмитриевым из Бузулка выпустили видео о том, что любой желающий из села может получить выплаты на ведение подсобного хозяйства. И вот сегодня мы приехали к нашим героям, которые эту выплату и получили. Но только сначала отправимся в село Державино, где они сейчас находятся. Поехали! Сейчас позвонил Сергей и сказал, что Александр пробил колесо тут. Неудивительно по этим нашим дорогам. Арчи! Здрасте! Добрый день! Как дела? Отлично, как видите. Александр? Да. Колесо? Меня Алексей зовут. К вам как раз еду. А мы стоим. Да? Что случилось? Колесо в луну. Дороги тут у нас вот такие крутые. Колдобины по-другому не назовешь. Алексей, у вас конкрата-то нет с собой? Есть. Конкрат сломался. Да, сейчас дам. А Державино вообще зачем едете? Мне сказали, кур покупать, да? Да, кур покупать. А что, здесь рынок какой-то или что-нибудь? Да, по средам, да. Четверка, да? Да. Какого года? Не знаю. Не спрашивал. Не интересовался, как купил. Документы есть хоть? Все есть. Здорово. Что, все нормально? Да, всегда такая была. Ты чего, здесь всегда хорошая дорога была, идеальная. Ну, и сколько есть. Ну, такие колдобины постоянно были. Друзья, это не маленький ежик, это микрофончик. Сегодня буду пользоваться им, потому что сегодня у нас шквалистый ветер. Где-то 15 метров в секунду. Вот, звук будет ужасный. Без микрофона было бы вот так вообще. Как вот так-то звуком? Разница чувствуется? В общем, поехали за курочками. Курочки нас ждут. Погнали. Ну что, приехали мы на рынок центральный, деревенский. Что, курица? Нету кур, вот видишь, что-нибудь только вам подросшие цыплята. Сейчас познакомим эти цыплятами. Смотрите, в раз видит городской житель. Арчи! Арчи, все, пошли. Пошли, Арчи, пошли. Арчи, иди-ка, блин. Че, вкусненькая? Первые знакомцы с курицами. Интересно? У нас есть хотелось, да? Да. Здрасте. Серьезно? А я каждый хожу и думаю, что-то меня никто не узнает здесь. Нет, я узналась. Да. Здесь живете, да? Нет, я в Красной Слободке. А, ясно. Здесь что делаете? Вот на рынке. На рынке? Ясно. Ну, ладно. Ладно, всего хорошего. Ну, друзья, хожу по рынку и думаю, что-то меня никто не узнает, а? Вот, оказывается, женщина с Красной Слободки меня узнала. Это значит, что я мало работаю в Узлудском районе. Поэтому надо акцентировать внимание на этот район и поездить. В общем, сразу зайдем в церкушку. Сергей там зашел по делам поговорить. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, учитель здесь? Да нет, нормально. Сказать, а у вас музей же здесь есть, да? Покажется? Курица там, получается, нету, только цыплята. Не получал, да? Да. То есть они ничего не выбрали? Да, пошли гулять просто. А ты знаешь, тут крестик я сюда принес. А, ты здесь будешь, да? Да, музея еще не было, сейчас спросим. Вот это? Да. Мы с другом нашли его, откопали. Крест это деревня, словом Мрасы, был раньше. В какой-то тренинг уехать. Откуда? Там храм был, Мрасы, потом его перемешли в деревянный храм. Этот крест я вам сюда принес, музей сдал. Мы с другом нашли его три года назад. Да, помнишь, принесли его? Да. Тогда мы принесли его. А вот эта штука? Это распятие. Древянное. На жертвник. Отсюда, да? Это отсюда. Вот эта икона отсюда. Смоленская икона, Боже Макс. И вот благотатное небо тоже отсюда. Больше на секунду не сохранилось. Одна в таком музее есть. Ну, понял. Ну, спасибо большое. Всего хорошего. До свидания. Ну, что, друзья, вот такая красненькая экскурсия по церкви. Очень приятно, что в этом музее хранится и наша с другом находка. Крест со старой церкви, село Морасы. Но мы идем дальше искать наших героев. Да, корреспондент ко мне приехал. Корреспондент. Здрасте, корреспондент. Так меня еще никто не называл. А вы на чем, корреспондент? В машине стоило. Что-то покупать будете или как? Ну, мы сейчас это подождем. А, и едем, да? Обратно. По чем? 250. Давай. Иди сюда. Хороших у него выбирай. Ой, бедненькие, мне жалко. Шпроты. А где собачка? В машине? Да? Он разгонялся. Что, знакомиться будешь? Будешь знакомиться? Иди. Фу. Нельзя. Что? Сам начал, ты сколько получили? Какую сумму? 100 тысяч. 100, да? Да. На подсобное хозяйство? Этих калет, по чем купили? 29 тысяч. Один каждый? Да, они же это непростые. Породистые такие. А до этого хозяйства у вас было? Да. Мы сейчас проехали коз. А, козы ваши, да? Коз, просята у нас. Просята, куры, ролики, цыплята. Булгакова жителей много? Нет. Ну человек тридцать, наверное. Тридцать всего? Да. В деревне все уже нет никого. Здесь существует деревня, вот то, что трасса рядом, я так думаю всегда. У него мечта была, вот, выкопку везти. В апреле только я начал бизнес-план делать. Считаю, я его делал, наверное, месяц. Примерно раз в пять ездил, ну все, министерство приняло. Я работаю за клубом. Работаете? У вас там музей нет, случайно? Нет. Клуб есть, да? Есть, с подходить никому не было. Да, праздники проводим? Да, праздники. Там день пожилого человека, там, Новый год, например, там, Майственница, вот такие вот такие вот основные прям. Здесь видите, почему я вот взялся разводить? Потому что что здесь, колхоза нету. Работы нету. Ух, завернулся. Не знает, кому их побежать. Глаза разбегаются. Арчи! Вот быки нравятся. Кого бы обтяпкать, да? Вот на воль выпустили, скажи. Наши коз посмотрим. Арчи! Рассада! Иди сюда! Арчи! Арчи! Отрывалась! Арчи, иди сюда! Арчи! 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 Абзаврил! Все? На месте? На месте. Слушай, его можно под пастухом. Бедняжки испугались. Вот мне этот пацанычик. Да. все валют прикольный откуда к дверка интересно все пошли по 100 блин там их было на штук 40 вот более-менее вот выбрал троих остальные вообще еще худея они говорят вообще даже фураж не видели сейчас будут фразу приведу приучать их сейчас просто это вот деньги выделили пока скоро скотину закупить уж меня читаться на до 3 числа сейчас буду теперь это получается закупил и все день они твои дает и дарить никому не должен да не просто просто факт тому что я должен хозяйстве вести например я сейчас до нового года продержу вот троих 2 апрель зима стали 1 придавала продаю и беру при хотя бы 2 уже подешевле это в маленьких зима уже отпаивать их буду познакомимся с ты меня еще не придумал сейчас насмотришь что же все купишь все двор большой я давно хотел это развести хозяйство вообще рассказывал что мечтал мечта со слезами на меня выращивать отчитываться жить как сказать дальше в город приехал все мне бизнес-план давать это дали чисто бизнес-план без всего составлять сам ну там написано просто запомнить заполнить своего к сказать ума надо заполнить правильно составить график потому что выдается этот соцконтракт этот который я составлял на год до апреля вот до апреля мне надо по месяцам отчитываться курочек вот выручу месяц метам написано что я пока возьму их они же не сразу не здесь начнут через месяц начну яйца продавать и там четыре процента налоговую буду например от это стоит сам заняты говорили мне ладно что-то связывать ничего не получится но я такой человек у меня и мама такая есть она взялась тут делать до конца я такой же я добьюсь до конца и отправить конечно яичко дошло конечно да мы не ради яичек да я тебя уверяю тогда у меня будет полный дом яичек и молочка нет нет самое главное чтобы люди знали все возможно ли просто надо делать у меня и раньше ну она давно уже эта мечта просто спасибо всем кто мне помогал и что мне выделили вот эти вот средства на лично подсобного хозяйства вот всем спасибо сегодня мы реализовываем комплекс мер по борьбе с бедностью и вот социальный контракт в том числе на развитие личного подсобного хозяйства на создание предпринимательства на выход из трудной жизненной ситуации этот комплекс мер который позволяет улучшить жизнь каждого человека понятно государство молодцы все помогает да что вот когда трудной ситуации все помогают да ну факт потому что они помогают ну если ты хочешь сам человек вот хочешь он сделает если уже на полпути останавливается смысла нет как люди вот некоторые делают я не знаю я цель добился первую цель как я хотел я еще добился теперь я буду стремиться дальше 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 как живут на вот сейчас можно зарабатывать можно трудиться 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 и можно заработать я и ради этого и обратился что мы помогли вот теперь все зависит от меня касательно клет 27 все впереди так лишь так фирму построишь скорых да конечно все возможно я за и ради этого и стремлюсь это сейчас для начала три бачка потом все пойдет через год снимаем продолжение ну на через год магра стартап у нас настоящий будет фирма да нет на самом деле без шуток у нас есть в римурской области много программ сейчас по социальному контракту такой старт только начинающий программу вот дальше можно вот уже участвовать непосредственно в агро стартапе уже небольшое такое фермерское хозяйство а там не все можно получить там серьезные суммы суммы разные но вплоть до трех миллионов рублей если не ошибаюсь в рамках данной программы можно получить поэтому то из таких вот небольших частных инициатив александр да вот он услышал где-то зацепился обсудили направление понял и сам самое главное сам своими силами всем своими силами все своими своим рвением желанием он не сказал при первой встрече мне сказал сергей горит у меня мечта у меня есть мечта и я хочу добиться своей мечты в своем небольшом силе я не могу по другому меня нет никаких других возможностей абсолютно чтобы вот реализовать свою мечту и вот мы обсудили какие есть механизмы и вот один за механизмом социальные контракты на развитие личного подсобного хозяйства до 100 тысяч рублей в оренбургской области программа работает но и сегодня мы видим таких замечательных бычков здорово надо попробовать все значит надеюсь через год я приеду здесь конечно приезжать огромное хозяйство посмотрим разницу алексей ты помогаешь сельскому хозяйству оренбуржья сто процентов премии мне выделять я думаю награда найдется у героя хотя бы яичками чего и какие друзья сегодня на примере александра мы увидели как житель из небольшого села отдаленного от районного центра смог получить реальную помощь государства благодаря поддержке нашего президента владимира владимировича путина сегодня работает программа по борьбе с бедностью и заключение социальных контрактов на личное подсобное хозяйство открытие собственного дела помощь можно получить в оренбургской области данная программа активно работает главное верить себя пишите комментарии к данному ролику либо мне на канал instagram постараюсь им обязательно ответить всем огромное спасибо ну что друзья так у нас был познавательный фильм надеюсь он был вам интересен как всегда делитесь своими эмоциями впечатлениями если возникли вопросы пишите мне и сергею все наши контакты и ссылки на соцгруппы в описании под роликом до новых встреч пока а